Так, итак, закончил. Что там с вами? Я уже даже не вижу присутствующих участников. Продолжим с того, на чем остановился. Значит, рейс шла, для чего нам нужно вообще измерять ток. Ток позволяет нам проверить, насколько хорошо у нас перемещается электродвигатель остряки. Если у нас с вами будут остряки плохо перемещаться по грязным подушкам, то тогда будет потребляться больше, и только мы сможем соответствовать. Сама, а ты иди хоть раз помой плиту, помой посуду. Я вчера это все намывал. Там плита засранная, как не знаю кто. Путь этим можем подъявить соответствующие претензии, чтобы они у нас привели в порядок наши с вами подушки, стрелки. Что касается фрикционного тока, для чего он нам нужен. Дело в том, что ток фрикции позволяет нам правильно отрегулировать корончатую гайку. То есть изменяя, вращая гайку, сжимая тарельчатые пружины, либо ослабляя тарельчатые пружины, мы можем с вами либо увеличивать ток, при котором начинается прокручивание дисков, либо уменьшать его. Ну и приводить, соответственно, нормативное значение, которое указано в ШАУ-64. Обычно такие же токи нужно обозмерять когда, тогда, когда меняется двигатель, для того, чтобы настроить его по помощи этого фрикционного устройства на правильное потребление тока. Ну вот, назначение тоже подсказал, для чего измерение тока измеряется, как регулируется, то есть по картинке у меня сказано. Для того, чтобы отрегулировать фрикционное сцепление, нам необходимо вырвать винт, который стоит здесь и препятствует перемещению гайки. После чего берем отверточку, и отверточкой вот эти вот зубчики можно смещать либо влево, либо по часовой стрелке. Это будет затягивание фрикции, то есть при большем токе она начнет прокручиваться диски, либо ослаблять по часовой стрелке. И тогда при меньшем токе у нас начнется уже прокручиваться диски фрикционного устройства. Вот так выглядит ШАУ-64, но это вроде уже нормально, то есть правильная карточка, не устаревшая. Вот у нас записывается ток при нормальном переводе, плюс ток при нормальном минусе, и ток при нормальном плюсе, и ток при нормальном минусе. Ну вот какой-то пример пока у нас. Например, ток нормального перевода 2,4 ампера. Это вот нормально считается такой. Соответственно, если будет на фрикцию работать, то вы должны подтвердить где-то 2,7-3,3 ампера. Так. Еще одну особенность подсказываю вам, если вдруг в жизни где-то придется делать, что подключают, когда амперметр, то подключаем как придется. То есть там не смотрим, где плюс, где минус. Перевод первый пошел, видите, что стрелка не отклоняется, а куда-то влево давит. Ну ничего страшного, так и держите, то есть не отпускаете. Почему не отпускаете? Да потому что через ваш амперметр сейчас сама цепь заплута. Если вы отпустите, то у дежурного что произойдет? Стрелка потеряет контроль, будет звенеть звонок из реза, то есть ничего хорошего не получится. Если уж начался перевод, все, держите до конца. И после того, как додержали, не надо пытаться поменять местами. Дело в том, что как только ты переведешь стрелку, начнешь переводить в обратную сторону, у тебя уже полярность совпадет с нужной к тебе. И, соответственно, можно будет измерить. Ну, дежурный, но ученый, поэтому там между переводами делаем небольшие паузы, что вот как раз в эти паузы можно что сделать? Поменять местами повода. Померил в одну сторону, клемм поменял местами, подключил. Начал вперед в другую сторону, измерил ток для перевода уже в противоположное положение. Так, это все было измерение тока. И еще одна особенность этого самого измерения тока. Дело в том, что нас интересует не пиковое значение, которое вначале у нас происходит, из-за того, что стрелка просто делает по инерции бросок больше, чем даже ток потребляется. А нам нужно установившееся, поэтому запоминать нужно будет нам то значение, которое получается на интерметре, вот как сейчас показано. То есть была у нас стрелка, скакнула в самом начале вот до такого положения, потом она немножко снижается до значения. И вот именно его-то нам и надо. Вот это вот значение будет значение, которое при переводе идет ток. К сожалению, при переводе стрелки и постоянного тока это очень все быстро происходит, поэтому тяжеловато усмотреть. Особенно тяжеловато у нас в техниках, когда электроплева без нагрузки работает, то есть самих остряков нет, и в принципе он воздух переводит. Поэтому такая проблемная ситуация, я для студентов вот здесь специально на этом месте заостряю внимание, чтобы к квалификационному кодобу готовиться, чтобы они вот про это проблему пишут, потому что это не пиковое значение, а установившие десятки, которые при переводе идет. Измерение приводных усилий стрелочного электропривода с двигателями МСТ. Если говорить о двигателях МСП, то у них действительно ток зависит от того, фрикционное устройство от тока. Ток зависит от перевода стрелки, от состояния фрикции. Что касается двигателя МСТ, там такой зависимости нет. То есть по току отрегулировать невозможно. Поэтому с разработкой этих двигателей МСТ пришлось использовать другой способ для проверки плотности, для настройки фрикционного сцепления. Здесь на этих приводах используют величину, это усилие, с которой остряк давит на равный лиц. Измеряют его на помощи устройство, которое называется УКРУП. Что, даже картинки нет, что ли? Да, ладно, сочиняю. Ну, здорово. Виктор Геннадьевич, как еще раз называется? УКРУП. Устройство контроля и регулировки. Вторую, ну, не помню как. Перевода. Усилие перевода вот так. Ну, что-то нет. Все не сдалось. Так, работа, работа, работа. Раз, здесь почему-то пусты. нет как вырубит на занятия потом его премьера идет себя можно в ролике теги заполнять потом легче будет искать ну не все ж такие умные как не удачно убавил рейкционная часть Спасибо. Ух ты, почти нашел. Вот такое вот устройство, чтобы в машине сделать. Которая настраивается сначала на тип рельса, для этого головку нижнюю меняют под тип рельса, после этого устройство закладывается между острепом и рамным до ёшки. Ничего показывать не будет, что это используется. Достать достал. Подключать не хочется. Давайте пользоваться. Закладываем его между острепом и рамным рельсом напротив межостреповой тяги и показывает некое усилие в 5 км дютонов носа. Это значение необходимо исправить. По этим самым показаниям мы определяем то ли нам необходимо усилие сделать больше, то ли сделать меньше. и в зависимости от этого будем либо гайку подтягивать, либо ослаблять. что-то опять просто на него перевода-то не показать. вот здесь видите меньше усилие, меньше трём даже. потом эти усилия также вписываются в ведомость. ну а это вот что касается регулировки, то есть выкручивается вунд и в зависимости от того, что нужно сделать, ослабить или усилить в ту в сторону крутится гайка. Назначение точно такое же это регулировка полиции. там получается на постоянных моторах мы путем усилия измеряем, а на переменных наоборот. записывается это усилие вот сюда вот в карточку, это вот для двигателя переменного тока. у них видите тока нет вообще, не измеряется. усилие, то же самое усилие бывает и у постоянных, тоже можно измерить усилие, при помощи у крупа, не обязательно током. следующее работа называется проверка уровня масла в редукторе. ну вот если еще где-то такие эксплуатируются с заливкой масла в редукторе, то необходимо будет один раз в два года контролировать уровень масла. для этого у электропривода есть такое отверстие в корпусе редуктора. вот, вот она, обломанная только немножко, вот эта крышечка, крышечка выкончивается, в задней части у нее там палочка есть такая, и на них нанесены там риски, то есть до какого уровня масло должно быть. по уровню смоченности кончика уделяют достаточно масла или нет. если недостаточно, то если у вас не керамическая фрикция, то подливают масло до необходимого уровня. следующая работа проверка изоляции трубопровода обдувки стрелок. работа проводится один раз в год, а по ее результатам отправляется акт проверки. что касается трубопровода, трубопровод нас обслуживают путейцы, электромеханики, тут как бы вроде как особого отношения это не имеют, но тем не менее вот проверка это производится электромеханиками. что здесь можно рассказать и показать. ну вот для тех, кто соответствовался сцебисты и юными, мы еще не понимаем, о чем идет речь, поясняю им, что у нас с вами для того, чтобы снег не скапливался вот между остриком и рамным рельсом, у нас стоит вот такая вот бандура. внутри этой бандуры стоит два электропневматических клапана. к этой бандуре подается сжатый воздух. и в зависимости от того, какой клапан сработал, либо вот этот, либо вот этот, подается воздух либо вот сюда, либо вот сюда. воздух подается с некоторой периодичностью, и тем самым снегопад получается, что мы выдуваем из-под отжатого остряка воздух. если стрелку перевести, то уже будет дуть в другую часть. благодаря чему она дует? благодаря тому, что вот здесь вот такие вот гребенки расположены, ну там вот эти воздушные сопла такие стоят, вот из этих соплов воздух будет со всей гребень бить. и таким образом мы с вами обеспечиваем обдувку остряков стрелок, и невозможность загрязнения их снега. что касается трубопровода. вот у него такая труба синяя, вот из нее вот сюда воздух подается. так вот оказывается, что эта труба, она когда крепится, ну вот такая у нас есть компрессорная станция, вот я ее в зеленом цветом показал, и в две стороны от компрессора идет две трубы, одна там в левую горловину, другая в правую горловину. наша самая задача как эсцидистов, это проверить для путейцев качество вот этой вот изоляции, которая между другими двореческими элементами у нас присутствует. то есть там есть изоляция болта, и что должно быть? Вот эти вот части друг на друга должны быть надежные изолировалы. как у нас проверяется изоляция? путем трех измерений. первое измерение – это между двумя трубами второе измерение – между трубой и болтом, и между болтом и трубой с другой стороны. что должно быть нормативным? это напряжение между трубами должно быть меньше чем половина напряжения между трубой болт должно быть меньше, чем половина напряжения между трубой. Такое вот значение. Вот у меня с ними написано здесь на слайде. Это то, с чем сравниваемо. В этом случае сопротивление изоляции в этом части считается нормативным. Если вдруг так не получилось, то это говорит о том, что у нас с вами где-то нарушена изоляция. Вот в этом месте путейцам необходимо ее перебрать и, соответственно, привезти в гармон. Почему проверяют эсцидисты? Потому что у путейцев своих мониторах нет. Так-то эсцидисты эту часть как бы не обслуживают. Воздуховод. Так, поехали дальше. Замена двигателя в стрелочном электроприводе. Такая работа тоже существует. Смена производится в зависимости от типа электродвигателя. Где мы с вами видим, что, например, если у нас будет стоять двигатель МСП, то на первом классе, на первой, первой для станции размещенных на линиях первого класса. Нужно будет менять его раз в три года. Ну и так далее. Для разных типов двигателей приведено. Есть такие двигатели, которые не меняются при техническом обслуживании. Например, таким двигателем относится МСА. Так, ну что, как будет производиться замена? Замена будет производиться, очевидно, следующим образом. Первое действие, которое необходимо будет нам сделать, но, к сожалению, отдельно картинка у меня нет. Представьте себе, что двигатель еще никто никуда не принес. Он у нас находится на нашем с вами кабинете. Где-то рядом с помещением. Первое, что нам необходимо сделать, это проверить исправность изоляции у этого двигателя, который мы понесем на смену. То есть понятно, что он в Киеве проверялся, но еще и дополнительно делается проверка перед тем, как его постановится. Для этого, что мы с вами делаем, это подключаем одну клемму к любому выводу, который вам больше нравится. Второй провод подключаем к корпусу двигателя, ну, например, вот к этим кружкам, потому что они обычно болтают там срезом. Можно вот к вот этому винтуку тоже там без краски поднести. И вращаем на геометре. После этого, пока вращаем ручку геометра, определяем, какое показывает его значение, если сопротивление изоляции более 100 метров, то сопротивление считается нормальным. Такой двигатель можно будет принять. Дополнительное действие, которое необходимо проверить у двигателя, это проверить легкость вращения вал. То есть необходимо руками его повращать, проверить, насколько он хорошо вращается. Подшипники, насколько исправно его или нет. Так, следующее действие, которое нам необходимо сделать, это взять рукоятку, которая позволяет нам его, как, господин, чемодан нести, ручка такая существует. И за эту ручку переносим двигатель на место установки. Пришли к электроприводу, дежурного, соответственно, запросились на выполнение этой работы. Он нам определенное количество минут будет, на которые нам нужно поменять. И что мы делаем? Отключаем монтажные провода. Двигатель откручиваем в четыре болта, на которых двигатель стоит. Вынимаем старый электродвигатель. У электродвигателя, который мы с вами вынули, нам необходимо из вала вытащить, как он там называется, я сейчас забываю, сухарь. Шпонка, да, правильно, шпонка. Вытаскиваем шпонку с ротора нашего двигателя. Переставляем шпонку в новый двигатель и надвигаем на наш двигатель муфту, элемент муфты. После чего с этим элементом уже устанавливаем электродвигатель назад. Отключаем монтажные провода. Берем щуп, какой-нибудь там 0.8 или 0.9, вставляем его между элементами муфты. Сдвигаем силы, чтобы щуп у нас зажат был между элементами. Далее затягиваем болты и, соответственно, щуп вынимаем. У нас получается автоматический зазор в муфте достигается. Тот, который щупа, который я вставил. Далее у дежурного просим погонять стрелку. Сами при этом измеряем напряжение на двигателе. И после этого измеряем ток потребляемости ручным электроприводом. И таким образом регулируем фикционное сцепление. Вот такие вот действия необходимы при замене электродвигателя. У вас такая работа есть в качестве квалификационная. Ну, только проходить будет в виде теста. Ну, довольно-таки объемная работа. То есть много чего там вся включает, получается. Действительно, личненько там всяких. Поэтому оформление журналов есть каких-то. Это ДУ-46, ШАУ-64. В частности, напряжение там и будет соносить. Ну, крупного у меня нет, поэтому я его в тесте не стал давить. Ну, итог. Вопрос можно? Да. А вот при регулировке зазора, вот вы говорили, что можно болтами регулировать. Вот как в данном случае, да, объяснили. А еще говорили, что можно проставочными шайбами. А для этого электродвигатель откручивается, да, также вынимается шпонка, то есть снимается. И после этого подкладывается и все заново проверяется. Таким образом. В этом и есть недостаток этого способа, что вот проще вот так вот сдвинуть, чем этот двигатель снова вытащить. Вот этот самый, как он называется, шайбочку еще добавить, допустим. Потом снова надеть, снова прикрутить. Такой вот длинный получается процесс. Понял. Ну, просто бывает шайбы, они как бы с прорезью такие, что можно, ну, как бы подставлять, потом прижимать. Нет, нет, там не такие шайбы. Там просто дырочка просвернула на эти шагочки. Вот такие вот ставят. Так. Ну, это все вроде. Следующее измерение сопротивления обмоток якоря и статора ОМСП. Такое же вроде это смотрели. Это я рассказывал вам про это дело. Вот как раз работа эта появилась. Она один раз в год делается. Я ее вам рассказал, когда делал внутренний осмотр, а вот сама работа, которая это выполняется, она вот отдельно идет. Ну, повторяться уже не будет. Рассказывал до этого. Так. Следующая работа измерения напряжения. Вот, наконец, напряжение попалось на двигателе. Стрелочного электропривода. Тогда у вас это действие будет, получается, в скольких работах? Оно будет в двух работах. Это при замене двигателя и при измерении напряжения на электродвигателе. Там, где, я говорю, задача будет покрывать. Топ измерить и напряжение. В двух задачах есть измерение напряжения. Давайте посмотрим, поучимся, как необходимо это самое напряжение мерить. Удобнее всего это сделать, в том самом Яткинский видеоролик, поискать. Как я, вот оно поделка, МСП писал. Для того, чтобы измерить напряжение на стрелочном электродвигателе типа МСП, нам необходимо подключить зажимы вольтметра. Ну, во-первых, настроить вольтметра на измерение постоянного напряжения. Во-вторых, подключить клеммы к двигателю. Сейчас покажем, как это делается. Все еще там блокировочный контакт. Сказано. Запросить в дежурную перевод. Дежурную там, соответственно, нам будет переводить. А мы подключаем клеммы с контактного двигателя и измеряем. Вот так вот подключается. Вводится измерение в одну сторону и другим клемм. Это когда в обратную сторону будет переводиться тоже. Лучше всего, наверное, все-таки проверить. Не ограничиваться одним измерением, потому что цепи там немножко разные. Они через разные контакторы или ППР будут замыкаться. Лучше перестраховаться, померить в плюсе и минусе какое-то напряжение измерить. То есть здесь вот так. Что касается электропривода с двигателем МСТ, то там у нас измерение проводится большее количество раз. Сейчас, в частности, нам необходимо будет измерить напряжение между всеми фазами. Подключаем к одной фазе, подключаем между другими фазами и между третьими фазами. Сейчас вам там еще несколько будет показывать. Ну, я здесь называю их АБ и С фазы. На самом деле, конечно, на двигателе они называются С1, С2 и С3 клемма, вот к которым сейчас подключаются. Ну, вам вживую, в принципе, действия не выполнять. Если вдруг будет, доучитесь и будете измерять, основной косяк, который здесь можно допустить, это случайно закоротить. Если будете вот с не той точки подходить, или будет слишком длинно засунуть клемму туда, то у вас есть возможность закоротить одну из клемм со звездой, и в этом случае у вас сгорит предохранительная по струнец. Допустим, его восстанавливать. Короткое замыкание желательно не допускать. Так, это было измерение. А вот уже про предохранитель уже не один раз упоминали, а я что-то пропустил, наверное, где он находится. На посту электрической централизации. Помещение, то есть в электроприводе его нет. Так, есть. Это было измерение напряжения. Что-то все работало, не получается. Там вроде столько не было, сколько я уже рассказывал. Проверка состояния действия устройств автоматической очистки и обогрева остряков стрелок. До этого я вам сказал, что да, действительно, есть такое понятие, как очистка автоматическая, то есть обдувка. Что касается выполнения этой проверки. Благодаря чему там все это дело работает. Смысл такой, что у электромеханика на посту и цель есть специальная схема. Ну, как правило, раньше, по крайней мере, она строилась на искателях, то есть она такая, своеобразный такой типоролепок, у него дофига контактов. И, соответственно, подали мы на него импульс питания. Он взял, переключился, контакты. Это еще ему и приспадал. Еще он на другие контакты переключился. То есть вот при помощи таких шаговых искателей обеспечивается переключение междуцепями стрелок. Какой-то интервал времени обдувается одна стрелка, потом следует временной интервал между обдувками стрелок, потом обдувается другая стрелка, потом третья, потом четвертая, потом пятая, потом делается перерыв в работе между обдувками вообще и начинаются по кругу они идут. То есть по-прежнему снова первая обдувалась несколько секунд, вторая обдувалась несколько секунд, третья и так далее. То есть вот эта все схема, которая задает эти временные интервалы и которая обеспечивает переключение питания для управления вот этими самыми, как я подсказывал, называются электрическими клапанами, которые подают воздух или его отключают. Это все на плечах электромеханика лежит. Что он делает? Он берет осенью перед тем, как сезон наступает зимний, проверяет работу этой схемы. То есть он сверяет длинные интервалы, которые работают, вот схема, проверяет длительность очистки, интервалы. Далее вместе с путейцем они проходятся, ну, его шпорость проходится, путейцы проверяют, соответственно, свое хозяйство. Это арматура обдувки, проверяют метрами течек из трубопровода. Вместе они контролируют, что действительно обдувка ведется у правильного остряка, а правильный это какой? Это тот, который отжат, ибо тот, который прижат, какой смысл его обдувать? И последнее, что необходимо сделать для проверки вот этой автоматической очистки, это электромеханик должен проверить мегометром живый кабель, по которым питается клапан. Если вот эту вот железяку ДНК снять, то внутри мы видим с вами эти самые клапана, вот они стоят, и к ним подходит кабельная линия. Что необходимо электромеханику сделать, это отключить клапана, ну, разболтив там это место, там, наверняка, какие-то винтики стоят, торчат. То есть мы отключаем жилы кабеля и пытаемся кабель прозвонить. То есть одну клапану подключаем к жиле, вторую подключаем, например, сблизатель, который в землю уходит. То есть к земле вращаем на геометр и проверяем сопротивление изоляции. Норма для кабельной линии КВК это не менее 20 мегалом должна быть. Если меньше, значит нам необходимо принять меры. Если уж, наверное, она есть, скорее всего, это будет подмокрание кабеля, как видите, необходимо будет его ненавидеть. Так, вот, конечно, картинка. Вот, соответственно, только единственное, что отключить право, чтобы этот робот появился. От этого клапана, в соответствии с тем, кто управляет этим фильмом, откуда и вы, жилы, коммунируется через контакт автопереключателя, который находится в электроприводе. То есть зависит от положения стенки, он будет либо сюда, либо сюда, когда он спитален. На клапан, и клапан будет открываться либо тот, либо другой. То есть вот такое распределение обязанностей. Я вот маленько недопонял, на предыдущем слайде, там мы на клеммную рейку, да, крепим один из проводов мегаметра, второй, ну, грубо говоря, на землю, да, на корпус. Наша задача по-хорошему бы вообще мерить только кабель, поэтому рекомендуется обе жилы отключить кабельных и производить на отключенных кабельных жилах. Лучше чисто кабель, чтобы не лезть там куда-то, в путейское хозяйство. Хорошо, понял. То есть мы кабель относительно земли проверяем? Совершенно верно, да. Кабель относительно земли. Так, это вот распределение обязанностей. Ну и дальше идет особенность это, что касается обогрева. Бывают у нас такие случаи, что для того, чтобы снег там не долепал, у нас используется обогрев остряков. Картинка вряд ли у нас здесь есть такая. Не попадалось оно мне. Попадалось бы только вот, когда этими самыми подземными водами теплыми обогреваются. Остряки такие тоже, оказывается, используются. На халяву, так сказать, обогреваются. Но вот электрообогрева у меня нет. Что оно сейчас представляет, поэтому показать не могу. Ну а сама проверка до простоты простая. Дело в том, что здесь электромеханику вообще никуда нос его не сует. Единственное у него, это что это проверить? Работу кнопки, которую включает электрообогрев. Ну и, соответственно, индикация, которая там есть. В частности, у дежурного на пульте в этом случае добавляется кнопка. Называется она включение электрообогрева. Значит, электромеханик просит дежурного эту кнопку нажать. Дежурный на эту кнопку нажимает. При этом у него на пульте должна загореться белым цветом лампочка ЛКВО. Далее электромеханик просит дежурного выключить обогрев. Дежурный выключает. Лампочка, соответственно, контроля шкафа, которая должна погаснуть. Какая-то контролирует работу этой системы, которая обогревом занимается. Ну а подробно занимаются, обслуживают эти устройства уже энергетики. То есть там на их плече ложится. То есть зона нашей ответственности – это просто сама кнопка, что она действительно отрабатывает? Да, это кнопка и включение вот того обогрева, который там уже обслуживает энергетики. То, что на пульте вот у дежурного стоит, это вот наш. Если что-то здесь не работает, вот тогда, соответственно, с энергетикой мы как-то согласуемся, проверяем, что к чему. То ли это у нас кнопка разрегулировалась на пульте, то ли это у них там что-то шкафы не работают. Ну и есть там еще дополнительная индикация – это контроль изоляции, которая контролируется, контролируется изоляцией этой цепи управления этим обогревом своеобразным. То есть, грубо говоря, поставить с пульта дежурного, там питание не идет. Это просто контроль изоляции. Так, проверка устройств внутреннего обгрева, скрещенного электропривола. Теперь обогрев вот тех зеленых резисторов. Тоже проверять смысл имеет, когда перед зимой. Что делать? Это случается механик, он включает схему обогрева и проходится с кельвином устройство такое, типа как на входе корпусатор стоят цепи. С термометром такой, что контролирует температуру тела. Вот так же здесь на резистор даял. И кельвин показывает, какая температура у него есть. Если выше, чем окружающий садик, то значит резистор у тебя явно работает. Так, если вдруг резистор не греется, то, соответственно, наша задача – это что сделать? Это проверить, поступает ли на него напряжение. И если не поступает, то найти причину, по которой напряжение сюда не поступает. Откуда поступает напряжение? Если помните, я открывал вам путевой ящик, там где ППР стоял, и рядом находился трансформатор. То есть вот точно так же у вас могут размещаться трансформаторы. От каждого такого трансформатора может обогреваться до пяти электроприводов. Ну, вот, соответственно, цепи эти, понятно, могут быть повреждены в этом деле. Если группнопряжение измеряем и вверх, то необходимо, что сделать, это проверить цепи, по которым резисторы получают питание. И разобраться с этой проблемой. Сами резисторы. Подсказываю, где они есть. Следующая, и возможно, что одна из последних работ, связанная с электроприводами, это наружная покраска электропривода. Но, насколько я понимаю, сейчас у нас электроприводы красят, ну, чем-то таким полимерным там покрывают. На входном у нас вроде такой есть цепь полимеризации. И, соответственно, вряд ли окраска вообще понадобится. Если такого нет, и полимерные приводы красятся, то тогда я предлагаю один раз в два года и, так само, окраску производить. Так, одна минута опять, господи, опять не вписались. Еще одна работа, проверка состояния рабочей тяги подвижного сердечника на выявление усталостных трещин. Значит, что здесь у меня есть? Ну, картинки получше не нашлось. Есть у нас вот такая штука, называется остряк подвижный, то есть тот, который перемещается при помощи электропривода. Есть у нас остряк, крестовина стрелки. Вот подвижного крестовина. То есть у половых стрелок, таких как одна 18-ая, одна 22-ая, у них крестовина подвижная, то есть она туда-сюда переводится. Для этого специальный электропривод стоит. Вот на таких стрелках необходимо проверять те самые на усталостные трещины всякие, рабочие тяги. Что для этого делается? Для этого стрелка выключается из централизации. Отключается.